Привет, друзья! Сегодня в тестах будут литий-железофосфатные аккумуляторы фирмы Shenzhen Center Power на 100 Ач. Я не раз говорил, что я не особо люблю железофосфат, так как у него не самая выдающаяся энергоемкость. Зато он не горит и стоит зачастую дешевле литий-NMC элементов той же емкости и производителя. А если еще производитель не такой известный, как, к примеру, Катл и прочие, то цена может быть еще дешевле. Железофосфатные аккумуляторы очень любят те, кто ловит рыбу, занимается охотой. Одним словом, те, кто подолгу находится в автономке, вдали от цивилизации. А также их очень любят те, кто занимается солнечными станциями и другими стационарными накопителями энергии. В стационарных источниках тока они имеют широкое применение, так как их разрядная характеристика очень напоминает характеристику свинцовых аккумуляторов. Ведь большинство аппаратуры, к сожалению, до сих пор рассчитывается под свинец и питается от него. Хотя пора уже переходить на литий давным-давно. Но такие бесперебойники и системы существуют, но их по-прежнему не так много. У литий-железофосфатных аккумуляторов присутствует все та же проблема, которая присуща почти всем литиевым аккумуляторам. Их нельзя заряжать при отрицательных температурах, иначе элементы деградируют. Ранее, довольно давно, была фирма A123, которая производила железовосфат, способный заряжаться в мороз. Там вся хитрость была в специальном электролите. Но почему-то эта фирма довольно быстро разорилась, что довольно странно. На данный момент при очень низких температурах могут заряжаться только литий-детонатные аккумуляторы, вплоть до минус 50 градусов, а также литий-NMC аккумуляторы фирмы Buston Power. И им в этом нет равных. На канале очень много видео по различным литий-детонатным аккумуляторам фирмы Toshiba, Yenlon, Lishen, Tiankan, а также GTK. Также есть видео по литий-NMC аккумуляторам фирмы Buston Power. Кто не видел эти видео, обязательно посмотрите. Ссылки на видео и плейлисты я оставлю в описании. А также, если вы зашли на канал случайно или давно смотрите мои видео без подписки, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Статистика YouTube мне подсказывает, что очень много людей смотрят канал без подписки. Прям сейчас подпишитесь, поставьте лайк этому видео, а также оставьте комментарий. Вам не сложно, а мне приятно. Это мотивирует меня на съемку. Так я вижу, что мои видео полезны для вас, а если вы еще оставляете комментарии, это еще приятнее. Ведь в комментариях мы также можем с вами и пообщаться, да и алгоритмы YouTube по продвижению видео лучше работают. Нужно, чтобы как можно больше людей узнали о том, какие существуют аккумуляторы на рынке, покупали их и собирали аккумуляторы для себя, для своих целей. Сейчас есть аккумуляторы почти на любой вкус и любую задачу. Это одни из самых дешевых железофосфатных аккумуляторов. Я решил заказать партию из 100 штук, так как поставщик предложил в этом случае довольно хорошую цену. Почему-то китайцы не любят раздавать заводские даташиты. Скорее всего для того, чтобы потом было проще продавать эти аккумуляторы, когда они уже немного отработают в Китае, чтобы никто не смог сравнить характеристики. Но я могу ошибаться по этому поводу. Единственное, что я смог получить от поставщика, это небольшой скриншот, возможно, из заводского даташита. Вы видите его сейчас на экране. У меня нет уверенности, что характеристики соответствуют этому скриншоту, поэтому тесты этих аккумуляторов на моём канале будут ещё более востребованы. По таблице ёмкость аккумулятора составляет 100 Ач. Номинальное напряжение 3,2 Вольта. Максимальное напряжение полного заряда 3,65 Вольта. Минимальное напряжение разряда 2,45 Вольта. Одни из самых распространённых BMS фирмы Дели для железофосфата отключаются обычно при нижнем пороге около 2,3 Вольта. Внутреннее сопротивление около 0,24 милиома плюс-минус 0,04 милиома. Рабочая температура, скорее всего, разряда от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. По зарядному и разрядному току данных в этом скриншоте нет, но я их из других источников взял. Максимальный длительный разрядный ток 100 А, максимальный длительный зарядный ток 50 А. Количество циклов, заряд-разряд, аж 3500. На самом деле это довольно круто и удивительно, что кто-то может приблизиться к аккумуляторам таких известных производителей, как Капл и подобных. Их аккумуляторы имеют обычно около 4000 циклов. Размеры. Высота 195 мм, ширина 130 мм, толщина 36 мм. Реальные размеры я измерил. Высота 195 мм, это без выводов, с выводами 210 мм. Ширина, как и написано, 130 мм, толщина 36,5 мм. На полмиллиметра больше, чем указано. Вес аккумуляторов по таблице 2,05 кг. И реальный же вес я взвесил составляет от 1,957 кг до 1,966 кг. Получается чуть меньше килограмма, на 40-50 г. В таблице не указано, но от себя хочу добавить, что данные аккумуляторы пожаробезопасны, не горят при повреждениях, перезаряде и так далее. Итак, размеры и вес известны. Следующее, что надо сделать, это измерить внутреннее сопротивление. Итак, внутреннее сопротивление щупов равно 0. Сопротивление первого элемента 0,21 мОм, 0,25 мОм, 0,27 мОм, 0,33 мОм, 0,25 мОм, 0,22 мОм, 0,21 мОм, 0,21 мОм. Да, неплохое внутреннее сопротивление у этих аккумуляторов. Здесь есть аккумулятор 0,33 мОм, ну и какой-нибудь, ну вот этот, к примеру, 0,21 мОм. Возьму эти два аккумулятора и протестирую их на ёмкость. С минимальным и с максимальным внутренним сопротивлением. Ну а для этого нужно подключить к зарядному устройству. Главное, ничего не замкнуть. Ставлю на заряд. Заряжать буду в режиме железо-фосфата. Ток поставлю максимальный. 40 Ампер. Один элемент. Ток окончания заряда выставил 1% от зарядного тока. Всё, второй аккумулятор пусть тоже заряжается. Как зарядится, ещё раз измерю внутреннее сопротивление. Посмотреть, изменилось ли оно или нет. И можно будет поставить на разряд, измерить ёмкость. Аккумуляторы зарядились. Левый всосал 71 208 мАч. Правый 68 723. Ну кому проще, в ампер-часах 71,2 ампер-часа и 68,7 ампер-часов. А тут будут говорить. Так, надо измерить внутреннее сопротивление теперь. Главное, не замкнуть каналы. Зарядное устройство этого очень сильно не любит. Внутреннее сопротивление щупов равно нулю. Внутреннее сопротивление левого аккумулятора было 0,21 милиома в средней точке. Ну не средней, а получается 30 ампер-часов. Был заряжен всего лишь на 30 ампер-часов. Теперь у него внутреннее сопротивление в заряженном виде стало 0,25 милиома. Очень интересно. Якобы сопротивление увеличилось. А у правого аккумулятора было 0,33 милиома. Стало 0,21 милиома. Сопротивление уменьшилось. Что в принципе логично. Причем у этого аккумулятора сопротивление с завода больше. И оно сильнее уменьшилось. В состоянии полного заряда. Когда аккумуляторы разрядятся, еще раз сделаю замер обязательно. Чтобы сравнить. Так, есть. Аккумуляторы подключены снова. Так, все ставлю на разряд. Железо-фосфат разряд током в 40 ампер тоже. Чтобы долго не снимать. До 2,3 вольт. Нет, до 2,45 вольт. Как и написано в даташите. Погнали. Сейчас энергия будет возвращаться в питающий аккумулятор. Я запитал зарядное устройство. Разряд будет происходить быстро. 40 ампер. 2,45 вольта. Все, погнали. Итак, аккумуляторы наконец-то разрядились. Ушло на это 2 часа и 40 минут примерно. Левый аккумулятор отдал 102,5 ампер часа. Правый отдал 104 ампер часа. Сейчас измерю внутреннее сопротивление. Насколько оно изменилось. Напишите в комментариях, кстати, пока я отключаю. Как вы думаете? Насколько изменилось внутреннее сопротивление? Сопротивлением щупов можно пренебречь. У левого аккумулятора сопротивление 0,2 мили Ома. В заряженном состоянии было 0,25. Грубо говоря, в средней точке 0,21. Можно сказать, для этого аккумулятора, для левого, сопротивление особо и не менялось. Правый аккумулятор имеет внутреннее сопротивление 0,19 мили Ома. В средней точке 0,33. В заряженном состоянии 0,21 мили Ома. В разряженном состоянии чуть меньше. Возможно, погрешности прибора. Пишите в комментариях, как вы считаете, что это может быть. Странная закономерность. Обычно выше сопротивление. Очень интересно. Прям очень-очень. Теперь, зная емкость аккумуляторов, можно подсчитать их удельную энергоемкость. Для расчета энергоемкости возьму минимальное значение измеренной емкости. 100,4 Ач. Умножу на 3,2 В. Это средняя точка по напряжению для этих аккумуляторов. И поделю на 1,966 кг. Это вес этих аккумуляторов. Получается, что удельная энергоемкость этих аккумуляторов 163,4 Вт-часа на килограмм. Именно после подсчета реальной энергоемкости видно, насколько она ниже самых передовых литий-НМС аккумуляторов. Если здесь 163,4, то у передовых литий-НМС аккумуляторов 240, 250, 260 Вт-часа на килограмм. Какая большая разница? Возможно, это не самые лучшие образцы, конечно. Но я тестировал на 300 Ач. У меня тоже есть видео по ним на канале. Кто не видел, посмотрите. Насколько я помню, у них 180 Вт-час на килограмм. Но это не сильно больше. Здесь 163. Также многие люди не берут в расчет, что напряжение литий-женецофосфата ниже, чем у литий-ионных аккумуляторов. Поэтому у них возникает ложное осуждение о том, что фосфат не сильно хуже литий-иона. На самом деле, у литий-НМС аккумуляторов, литий-ион аккумуляторов, средняя точка 3,6-3,7 Вольта, а здесь 3,2 Вольта. Даже при том же весе, у них была бы разная энергоемкость. А тут даже вес больше. А когда учитываешь не просто вес, а еще и среднее напряжение аккумуляторов, все встает на свои места. Какой вывод можно сделать из этого теста? Я считаю, что эти аккумуляторы довольно неплохи при их стоимости в розницу. От 45 до 55 долларов за штуку. Это зависит от партии. Они очень подойдут для солнечной энергетики, в первую очередь, как буферные, стационарные накопители энергии, для источников бесперебойного питания. А также для рыбаков, рыболовов. Они часто используют такие аккумуляторы, как тяговые вместо свинцовых. Кто-то использует в автозвуке, но именно эти элементы будут слабоваты для автозвука. Хотя, если их соединить параллельно, по нескольку штук, 2-3 в параллель, и 4 таких сборочки последовательно, то, в принципе, будет неплохо. Если выполнить соединение толстыми алюминиевыми шинами, то, возможно, все будет очень даже неплохо. Но, опять же, на зиму их нельзя будет. Только на лето. На этом у меня все. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, ставит лайки и делится моими видео в социальных сетях. Это очень мотивирует меня на съемку, мотивирует искать, и, что самое главное, заказывать новые интересные типы аккумуляторов. Оставляйте обязательно комментарии, желательно осознанные, из пяти и более слов. Так, алгоритмы YouTube лучше работают, и это видео теоретически смогут увидеть те люди, которые как раз ищут для себя подобные аккумуляторы. Пусть хорошие люди пользуются только хорошими аккумуляторами. На этом у меня все. До новых встреч на канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok